Житель города Иганга в Уганде убил льва, приготовил его и съел. Мужчина сразился с ворвавшимся в его дом хищником и одолел его голыми руками. При этом он получил травмы. На снимках видна глазная повязка и царапины по всему телу. Невероятно! Человек победил в схватке с царем зверей. И это даже не Маугли. Тому для победы над Шерханом понадобились огонь и кинжал. А тут голыми руками. Теми же руками африканец разделал неудачливого хищника, поджарил и съел его. Об агрессивности африканских львов ходят легенды. Но в сети выдали предположение, что убитый лев являлся никем иным, как Симбой. Но где же тогда были его закадычные друзья, Пумба и Тимон? Наверное, на эти вопросы ответит Уолт Дисней в продолжении знаменитой трилогии. Установлена таможенная пошлина на импорт в Азербайджан съедобных насекомых. Ввоз этих продуктов питания будет облагаться 15-процентной таможенной пошлиной. Протеин 21 века. Сверчки, тараканы и личинки мух. Продолжаем продовольственную тему. Нынешний кризис в мире уже успел набить оскомину. Предупреждают как о существенном подражании, так и о скором дефиците продовольственных товаров. Вот и Азербайджан решил ввести налог на вкусных, в кавычках, насекомых. Каждый день мы едим жуков. Ничего, кроме обычных сырых жуков. Оказывается, что насекомых в пищу употребляют 2 миллиарда человек. Основная масса арахнофилов живет, конечно же, в Китае. Однако привычка употреблять в пищу все, что двигается, ползает и летает, до добра не довела. Из-за какой-то летучей мыши мир погрузился в карантин, а китайские рестораны потеряли до 80% своей прибыли. Скорее всего, именно по этой причине таможня Азербайджана озаботилась налогом на съедобных насекомых. Хочешь поесть кузнечика? Плати налог. Лучше бы вообще запретили это дело. Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Прямо во время прямого эфира на него нагадила птица. Птичий помет попал на пиджак главы государства. В этот момент Байден говорил об инфляции, связанный с войной в Украине. Так вот они какие российские контрсанкции. А ведь президент России Путин предупреждал, что ответ на санкции может быть асимметричным. Символично, если это был голубь, птица мира. Но ничего, богатым будет. Хотя куда уж дальше, президенту самой богатой страны мира. Ну а птица могла таким образом отомстить еще и за унижение мира животных. Опыт с лягушкой, проведенный директором школы номер 71 Ахдамского района Уливьей Махмудовой, вызвал обсуждение в социальных сетях. В Минобразовании отметили, что педагог не должен забывать о проведении соответствующих бесед с учащимися. А вот новость из мира французской кухни. Лягушка пожертвовала жизнью, чтобы стать экспериментом для школьников. Для этого она сначала была лишена головы, а потом распята. Цитирую. Если засунуть ногу лягушки в горячую воду, она будет инерционно двигаться. Госпожа директор гениально. Может дать еще один лайфхак про животных. Если, к примеру, привязать к хвосту кошки железную банку, она будет бегать безостановочно. Жестокие опыты, как ни крути. Лучше попробовали бы поцеловать эту лягушку. Константин Райкин уволен из театральной школы имени Константина Райкина. Указ об увольнении подписал ректор вуза и соратник Райкина Анатолий Полянкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Призываем Рособорнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения, говорится в заявлении студсовета вуза. История анекдотична до невозможности. Человек создал школу, долгие годы был ее худруком и в итоге был уволен, как говорится, без суда и следствия. Говорят, между товарищами по цеху Райкиным и Полянкиным давно идут споры. Может Полянким просто завидовал Славе Райкина? В таком случае стоит ожидать переформатирования в театральную школу имени Анатолия Полянкина. Знаете, есть люди, которые чувствуют себя очень плохо, когда другому хорошо.